Гречку Гречку Еще один несомненный плюс гречихи – устойчивость к сорнякам и болезням. Гречиха не нуждается в генетических модификациях, а поэтому в натуральном происхождении гречневой крупы можно быть абсолютно уверенным. Урожай не очень сильно зависит, например, как у зерновых, если не протравить зерновые, то процентов 30 мы можем потерять. Гречиха мы ее даже не травим. Пожалуй, единственное, за что в сельхозпредприятиях не любят гречиху – относительно невысокая урожайность. 15 центнеров с гектара – это уже хорошо. Даже учитывая почти 70-процентную по сравнению с зерновыми культурами плюсовую закупочную разницу, ее выращивание не всегда выгодно. Правда, и здесь есть свои хитрости. Проводимые еще в 70-е годы прошлого столетия практически опыты показали. Если рядом с гречишным полем находятся ульи пчел, то выигрывают обе стороны. Пчелы активно опыляют растения, что повышает урожай до 40%. А для людей это не только великолепная крупа, но и ароматный мед, полезный при малокровии и других заболеваниях. Речихой мы занимаемся очень давно. Но чтобы завести пасеку, это нужно человек, который должен заниматься. Это нужно пчелы закупить, это нужно место. Это непросто. Сегодня ученые бьют тревогу. Во всем мире массово гибнут пчелы. Они страдают от новых болезней, крайне опасных пестицидов и климатических аномалий. Причем заменить этого опылителя сельскохозяйственных культур не может никто. Если насекомые вымрут, не будет урожая, что обернется настоящей катастрофой. Вместе с тем, даже в пределах одной Гомельской области ситуацию с повышением урожайности гречихи путем опыления растений пчелами часто можно решить без особых проблем. Всего в нескольких километрах от гречишного поля УАО «Калининская» находится пчелопасека на 100 семей, агрокомбината «Новый путь». Этого количества хватило бы для опыления всей площади гречихи соседнего хозяйства. Если директора как-то, чтобы я вывезли, тогда можно и вывезти в другие хозяйства. Для опыления или для сбора меда. У нас то, что может и трактору не быть, и в смысле того, что заняты на уборке. Вот нас раз сюда вывезли и все. И мы уже тут на месте находимся. Целый сезон. В этом году под гречиху в открытом акционерном обществе «Калининский» отвели 60 гектаров. Для сравнения, это более 30 футбольных полей. Культуру в хозяйстве выращивают уже много лет и хорошо знают все тонкости производства. Пожалуй, наиболее значительная проблема в этом году – гречиха зацветает несколько раз подряд. Проще говоря, на стеблях одновременно находятся и плоды, и цветки. Чтобы не потерять урожай, растения придется подсушивать прямо на поле. Она неравномерно созревает. Мы можем произвести диссекацию, подсушить ее на корню, и тогда, я думаю, будет меньше потерь. Требование президента Беларуси об увеличении площадей под гречиху вызвано желанием не зависеть в будущем от внешних поставок и иметь свой запас. Связано это в первую очередь с тем, что из-за выросшего спроса российская сторона в этом году целый месяц не поставляла гречку в Беларусь. Задача самообеспечения тем более реальная, что какой-либо особой техники для посадки и уборки гречихи не требуется. Все, как и для всех остальных зерновых культур. Убрать гречиху в Калининском планируют в следующем месяце. Пока же в хозяйстве завершили уборку рапса и начали уборку зерновых. В отличие от прошлого года, в этом погода отрицательных корректив в их рост не внесла. Если в 2019-м вместе с кукурузой в сельхозпредприятии собрали всего 6 тысяч тонн зерна, то в этом планируют не менее 9. И это по самым скромным подсчетам. Я считаю, что урожай этого года очень отличный. Значит, если мы в прошлом году брали 25-30, то в этом году около 50 центнеров будет. Вот это третикали, где мы сейчас находимся, я вот это поле должен дать в пределах 50-60 центнеров с гектара. Сейчас пшеница дает 50 центнеров у нас где-то, остальные культуры тоже ожидаем 40-50. Ну, по крайней мере, урожай этого года у нас прекрасный. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Новости недели.